Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я хоть и не хочу быть втянута в очередное приключение Армилии, но она права Герои гильдии пропали, город сгорел почти дотла Не говоря уже о вторжении армии и темном лороде, о котором они все время говорили О, может в клубе гильдии кто-то остался? Дельная мысль А, кратчайший путь туда? Я не пойду опять через яблоневый сад Вплошь раз меня ужалили 9 раз Пчелы, это конечно неприятно, но у нас нет времени, идем Не везет так не везет В домик-то зайти не могу, там никогда что-нибудь спрятано, нет? Эм Секретный локации Так вот, как сюда попадают? На шулерские кости Что они дают? Давай на нем посмотрим Шулерские кости, удача плюс 4 И как это мне может помочь? Ну у нас у нее удача самая большая, так что пусть И дальше так будет Вот, значит, как все это делается, оказывается Где я что-то не находил О, купить что-то можно Давай А вот и тот фургончик Хм, удобненький Может проверим, открыт ли он? Признаюсь, мне тоже любопытно Да, пришло время потратить заработанное тяжким трудом Я еще бы немножко собираю Прежде чем я туда зайду Еще немножко денег не помешает Прежде чем я захочу все это потратить Амузончик у него здесь зачетный Ау, таинственная хозяйка магазина Вы здесь? А, блау А, не как эта юная лесная воительница Со своей ученой подружкой Вас изрядно потрепало с нашей прошлой встречи Зато, кажется, по пути вы нашли себе друга А у вас тут приличная коллекция Да, ну, ничего особенного Постячки, побрякушки, пизделицы Всякая-всячно попавшая под руку старушки Вот и все А как насчет меча? Я люблю мечи Не сомневаюсь Вы найдете что-нибудь по душе Не стесняйтесь Сосмотреть все получше Учебник торговка Че ты заплакал? У таинственной торговки Можно купить снаряжение Или пополнить запасы А также смотреть новые карты Или улучшить имеющиеся Со временем сортимент расширяется Поэтому не приходи А, не проходи мимо ее фургончика Попадись она тебе на пути Я могу что-то продать, да? На экране создание карт Можно создать новые карты Использовать ингредиенты Их можно раздобыть Рожай с врагами Ага Со временем Время сотворения Получается 1-4 экземпляра Но тебе решать Сколько карт включить в колодок Сотворенные карты Нельзя добыть другим путем Со временем появятся новые карты Которые можно сотворить Поэтому не забывай заглядывать в магазинчик Когда окажешься В новой местности Помеха Враг пропустит ход К победе Ух ты Ух ты А у меня ингредиенты-то есть Этих у меня всего 7 Нет у меня ингредиентов Представляешь Нету Это обычный удар Горящее лассо Наносит урон огнем Одному врагу Но он вроде бы Не такой дорогой Кустик Повышает Однову свою неспособность К исцелению Но это такое Сеять Оставляет одного врага Интересно Это как провокатор Ууу Оооо Вот это мне вот нужно Вот это мне обязательно нужно Раз он у меня танк Еще и хилер То мне надо обязательно На него взять Эту провокацию Чтобы И кстати я бы заменил Ей обычный удар Этот Вот на эту Так что Подтвердить А что-нибудь могу продать Смазка Масленица Амулеты Ингредиенты Ну не Я ничего не собираюсь Подавать Купить у нее можно Да Эй что-то Возвращается в строй Разводишься Герой Восстановить немного здоровья Можно использовать только В бою Но она дорогая Эта штука Которая увеличит Здоровье на 20% Тоже очень дорогая Ну ладно Я пока тогда Ничего не говорю Ну колоды Вот у тебя Да она что-то появилась Нет у нее появилась Я хочу Заменить у нее Знание силы На хлыст Так у меня только одна Такая массовая Она может помочь Эта штука Конечно хорошая Магических барьер Я по-любому 2 оставлю Потому что я их Очень часто использую А я даже не знаю Хочу ли эти хлысты Использовать Ну а струн Отмедному врагу На 17 аж Тащить можно Ну ладно Пусть будет Это хотя бы лучше Чем Холод 1 Огненный столб 1 Или 1 Огненный столб Оставить Оставить Тебе 2 Не ладно Пусть вот так Это будет Тебе надо будет Что-то Поменять Я себе вот Еще поднять Четы возьму Потому что Слишком много Пар из ушей У тебя в колоде А вот тебе это Я все оставлю Я бы вопль Еще один взял У меня что-нибудь Исселяет Аминь И повышает ей силу Ну это много Ну ладно Пока не буду Ничего менять Пусть так и останется Пошли дальше Пошли дальше Ничего себе Там в таверне Просидел Хорошее количество Времени Ааа Нет Бежать от нее Она заметила Ей можно было В спину ударить Ничего себе Их тут аж 3 штуки Ну ничего Мы справимся Мы справимся Сразу же Идет понижение А кстати Неплохо У нее так силы Прибавилось Я скажу вам И Сразу в одну По 15 урона Мне сносит Ничего себе Сразу всем Еще снесло Ну я могу тогда Еще нас всех Похилить И дать защиту Так А кому я хочу Защиту дать Ничего себе У нее там ХП увеличилось Интересно Как можно увеличить Силы хила Только на 9 Скорость себе Увеличил Что это значит Они теперь В два раза быстрее Будут бить по мне Так а я могу Как нибудь ее Конечно же Я могу В ваншот А не Или да У меня всего два Но и ладно Я могу так сделать Это у них еще Сила атаки Уменьшена Сейчас На критическим А если Не выбрана А на следующего Переходит Это хорошо А что значит Увеличена Их скорость Я даже не знаю Увеличена Да, бои правда тут очень медленно. Мимо! Вот что это значит. Такой сильный удар, я аж 3 этих потратил и все мимо. А почему у меня такая нету штуки? Как обидно то, а? И защита тогда себе увеличу. Жалко, что я еще одну накопил. Опять мимо. Я ее, видимо, так никогда не добью. Все, мимо у тебя больше ничего нету. На, тогда я тебе получаю сразу же. Чтобы она не выжила уж точно. Мне бы что-нибудь дамажище, чтобы кто-нибудь прям ваншотал у моих противников. А то у меня ничего такого и нету. Ой, я еще раз успею себя похилить. Неплохо, я так за ней отхилился. Опыта дали практически как за босса. Фокси повышает магию Коперники на 1 заряд 3 хода и дает одну дополнительную замену карты в следующие 2 хода. Ух ты. Ух ты. Усиление магической атаки, это мне нужно. Так, сколько вас тут? О, у них слабость на лед. По нему он очень хорошо проходит. Сразу же добьем ее. Хотя, надо было сначала 2 огня использовать, чтобы потом уже... Что получается, лишний урон ей нанесу. Ну да. Просчитался. Все, у тебя эта штука прошла? Я думаю, можно сразу же ее и убить таким образом. Не должно хватить урона. Ну, что я и говорил, снесло ее аж. Увеличение урона. Замечательно. Там кто-то даже в карты играет. И что, всем без разницы, что здесь такие опасные пчелы летают? Что это за камень такой? Я его почему-то не могу разрушить. А я, кстати, могу как-нибудь... А то мало ли, у них какие-то неспособности есть, и можно камешки такие разрушать, а там с этих камешков что-то падает. К примеру. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Ты подождите-ка. Нет, я хотел к вам сзади подобраться. Вот, вот. Теперь я точно сзади подобрался. Так, это у нас опасно. Или... Давай-ка ее похилим еще заодно. Плюс это мне очень хороший урон даст. Ничего себе, у нее там 190 хп теперь. Ничего себе, там, наорали на меня. Так, а я могу как-нибудь? Да, могу. Еще всем массовый барьер, да. Сколько уже у них хп, блин? Как так... Почему так много? Ну, хотя... Да что я спрошу, почему у них так много хп? Я же на легендарном играю. Опа, в фокусе. Надо его бить. Не, не хочу, я лучше кого-нибудь отхилю. Я еще раз могу так сделать. Какой же бешеный урон будет. Я не стал по ним быть, чтобы они мне контратаку не... Не сделали. Да, я его еще сразу же ваншотну. Блин, это сейчас будет по-другому. Атаку он все-таки контратакует меня. А, не. А как они тогда контратаку используют? Так, чтобы меня заменить. Вот это давай поменяем. Таран. Таран можно на кого-нибудь использовать? Я бы хил еще использовал. Вот это давай поменяем. Обычный удар. Ну, тогда можно всех похилить на небольшое количество хп. Опа, я еще и себя могу отхилить. Каунтер все-таки сработал. Еще раз каунтеру, да ты издеваешься. Не зря я его похилил, они просто бьют и все его избивают. Так, а мне бы поменять? Да, замечательно. Идеально, идеально. Жалко, что мне вот эта спецспособность не дает еще плюс одну шестеренку. А то можно так использовать спокойно. Когда ты использовал все эти способности, и хоп, потом еще шестереночку получил. Ань, говорит, что мне можно себя получается похилить? Наорать на него. И еще тащить, и потом усиленным уроном его. Да? Да, да, по продюсер 26. Еще плюс десятку урона у меня прибавил. Неплохо, неплохо. Теперь наверняка можно его и добивать, да? Каунтер использовал. Я себе тоже такую способность хочу. На себе на 110. Плохо, неплохо за них опыта дарит. А, кстати, там что у нас? Не помню, когда я в последний раз был так далеко от своего подвала. Значит, мы тебя вовремя вытащили. Переключение. Друзья, мне туда что ли надо? А там туда что? Или не туда? Там гильдия, там оружие, как я понял, да? Тогда идем сюда. Ух ты, опять вас здесь так много. Что ж у вас три противника-то постоянно? Так, на кого использовать? На тебя, у тебя меньше всего хп. Потом надо что-то использовать, наверное, на тебя, потому что ты не хилишься сам. Так, понятно, по ней бесполезно бить. По этой тоже бесполезно бить. А вот эту можно и ударить. Так, мне бы что-нибудь магическое. Магическое. Так, таран уберу. Ах, не дали мне магического. Ну ладно. Тогда так используем. Так, промах будет по-любому. Хорошо вошло. Вот это было больно. Как ни крути. Так, что мне? Не, ремонт надо оставить. По-любому. И надо ее сразу же выносить. Давай, пожалуйста, добей ее, чтобы там не осталось ни одного хп. Да, фу. Надо себя срочно начать отхиливать. О! Конечно же, отхилить. Хотя я мог уже сразу одну пчелу вынести и отхилиться уже в следующем ходу. Чтобы они меньше урона мне нанесли. Ах, не додумался до этого. Эту я уже не вынесу в этом ходу. Эту я не смогу никак вынести. Так, омич, все хп. Ну, она отхилится у нас. Ну, вот, неплохо. Фактически весь барьер сносит. Так, я могу. Что я могу? Я могу кого-нибудь отремонтировать и одну пчелу сразу же убить. Кого мне нужно ремонтировать? Давай-ка тебе. А, нет, у тебя уже усиленная атака. Критический. Что ж ты сразу мне не написал, что у тебя там критический будет? Сверхскорость. Тогда мы будем дальше ремонтироваться, раз ты нам позволяешь. Тебя. Уменьшим атаку. И я сейчас снова отхиливусь. А я сейчас снова по тебе бить не буду, то хотя бы себе отбафаю. Опять она массовая. Не знаю, хватит ли мне урона. Ты должно. Не, не хватило. У меня плохой расчет хватает мне или нет. Кто наоборот перебор. На ее добивающим. А, нет, подожди-ка. Я лучше еще раз себя отхиливу. А мне, кстати, хилку не дадут. Нет, не дадут. И добивающим. Да, я точно. У меня и по-любому этого хватит. Еще уровень. 10 магического, 8 магического и 50 хп ей дали. Неплохо. Подожди, это все не то. Я не хотел сюда идти. Я не хотел сюда идти. Ммм. Так. Потом про... Потом почитаем. Я сразу с боссами не собираюсь сражаться. Выйти в меню, выйти в меню. Они сохранили игру. А-а-а. А я там его источника даже не отдохнул. Откуда мы сейчас начнем? Фу, хотя бы здесь. Подожди, а я же к нему не подходил. Я же к нему... А-а-а. Мне опять всех придется их убить, да? Да вы издеваетесь. Ну ладно, я тогда убью. Все это вырежу потом. Офигеть. А тут их еще и оказывается и четверо. Вы что, надо мной издеваетесь, что ли? Вы что здесь забыли-то такие красивые? Надо сразу магов убивать, я так понимаю. Это будет тяжко. Ну хоть у меня и повышенный сейчас уровень. Я очень хорошо дамажить стал по врагам. Но все равно это будет тяжко. Когда их четверо. Вот откуда они появились тут? Даже неизвестно. Ну, надо еще и друг другу хилить сейчас будет. Темный удар. Так. Поменяем это. Я бы массово чем сделал. Вопль обязательно. Или нет. Вместо вопли надо использовать вот этот обычный удар. После чего добить сразу же мага, чтобы он меньше хилил и урона наносил. Теперь их хотя бы намного меньше тут. Может быть перед боссом я еще и уровень апну. Конечно же он сразу же себя отхилил. Кого еще ему хилить? Так, в фокусе я пока оставлю. Вот это вот. Вот это вот использую. А, и мне не хватает, да? И защиту на себя. А то его очень хорошо покалечили. Так, этот будет у меня раунд просто пробахаться. Того мы пока трогать не будем. И, конечно, он еще хилит. Ну, тебя выносить, уродец ты, эдакий. Сейчас я тебя вынесу, не переживай. О, неплохо, если так урон повысил. Жалко, что не хватило. Урон из бездны по всем. И весь мой барьер кончился, а? Вот какой уродец. Ух ты. Нет. Хилку. Урон. И добивающий по этому уроду. Кхм. Я бы сейчас очень сильно удивился, если бы мне урона не хватило. Только не потому. Ладно, он не использовал каунтер. О. Пробафаем нас барьерами. Хотя зачем? Можно было бы сразу же их уничтожать. Я же хп себе у фонтана восстановлю и пойду на босса. Ну да, бесполезный ход был сейчас. Даже убило. Ничего себе. Он в боевую стойку стал. Зачем? Чтоб подохнул? Это его вообще должен ваншотнуть сейчас. Да. Подожди, какой? Нет, я нажимал же, да. У меня даже и шансы контратаковать не будет. О, еще один уровень, да. Хп-шки увеличило мэмс. Ничего себе. И я хотел отсюда уйти. Цепная реакция. Ничего себе урона наносит. Одну, если тот развалился на запчасти, урон наносится всем оставшимся врагам. Нормально так добивать можно. Один удар-то я себе такой могу позволить? Или постойте-ка. Это давай оставим. Вот и одну такую сделаем. Да, не зря, не зря я вернулся обратно. Уровень перед боссом поднял. Что мне может очень сильно помочь. Да. Ну а теперь посмотрим, что же это за пчела такая. Раздражение не совсем подходящее слово. Должно быть, это пчела-матка? Да, она разозлила, что мы переубивали всех ее пчел. Наши герои приготовились к крутому повороту. Ты хочешь сказать, к сверлу? Так, сразу. Вопль. Удар. Я даже не знаю, стоит ли мне так применять. Это меня хилить будет, а оно мне надо. Давай заменим, посмотрим, что тут еще будет. И вот так вот. Ох ты ж. Ничего себе у нее хп-шек. Понятно, по ней бить бесполезно. Но призывала тут своих пчел. И защиту. Кому дать защиту? Провокации у меня пока нету. Давайте-ка ей. Хотя надо было бы еще чем-то магическое использовать. Надо было поменять. Фух, на нее слабость тоже прошла. Массово сейчас по нам бить буду. Плохо ему так вошло-то, я хочу вам сказать. Добивающий удар можно использовать. А у меня по-любому не хватит. Похилим себя. Вот это сделаем. Да, пусть так будет. Очень хороший. Хорошо по ним пройдемся. Надо бы попробовать. Не, надо ее сейчас уничтожать хоть как-нибудь. Так, в тебе очень много урона входит сейчас. На следующую на каплю ход. И потом уже как раз таки ваншотнуть. А, не, надо было ее ваншотнуть, а на нее эту штуку оставить. Опять я просчитался. Скорость использовал. Все, тогда не получится. За что можно использовать? Тогда можно использовать хил на тебя. Защиту на тебя. И еще таран. Но я тогда все потрачу то, что я накопил. Я и так все потрачу то, что я сейчас накопил. Я просто очень хочу посмотреть, как действует это способность. Стоит ли ее вообще применять. Я так понимаю, на этих пчел зацикливаться вообще бесполезно. Если только массовым каким-нибудь уроном их убивать. Потому что если она их еще и хилит, когда набирает полный, она их постоянно призывать будет. Это не. Такое себе ненужное, по-моему. Если только когда сверхскорость используют. Тогда можно одну убить. Блин, ну она увернется от моего удара. А еще кого мы можем отхилить? Ай, ну вот и ее. А, нет, я могу даже комбинацию сейчас провернуть. После чего я не поздоровится. Ничего там со слабостью, как много сносит. Ну ладно, вон у нас парень затанкованный. Так что... О, к примеру, вот сейчас можно спокойно это использовать. Бен, правда жалко, что на ту ударила. Долго же мне с ней с ней сражаться? У меня уже 43 минуты. Ну да, вон она хилит и восстанавливает ее. Смысл того, что я ее убивал. Можно использовать магический барьер. Ударить ее. И как раз таки ваншотнуть, наверное, ее, да? Попробуем так сделать. Сейчас должно перенестись на других. Нормально. Нормально. Неплохо так прошли. Я даже не знаю, добьет это или нет. Наверное, вряд ли. А у нее еще долго, да, пчела не перезарядится? Так что давай сразу ее снесем. В смысле она уже использовала эту способность? Как так-то? Я же только что их убил всех. Подожди, а я не найду нигде еще одну эту карту. О! А мне все равно не хватает. Ну тогда вопль. Будем ее пытаться уничтожить. Надо до конца хп снести. Не буду обращать внимания на этих пчел. На то она уже их надоела их резать. Ну да, используйте свою сверхскорость. Поменьше по мне урона проходить будет. Не осталось-то хп всего ничего. Надо только добить по-быстренькому как-нибудь. Хп у меня должно хватить. Может всем защиту дать? Ну да, почему бы и нет. Плюс это еще всем хп 16 хп даст. Три шестеренки накоплю. Неплохо, кстати. Неплохо так. Они все втроем сверхскорость используют? Нет. Не использовали они все втроем сверхскорость. Если у меня сейчас усиление атаки оставится. Да, но осталось. Можно будет ее сразу же и убить. Ну и попробую все-таки по ней попасть. По остальным даже не прилетело никакого урона. О, слабость пришла. А, у меня хватает. Тебе... А, нет. Сначала эту используем. Тебе дадим. И после чего ее еще втаг втащим. Докастовали себе щитов. Надеюсь, я ее добью. Ну, тут один бой как-то очень-очень долго длится. Блин, там осталось-то всего-все. Ничего. Ну, это хотя бы не такой ваншотающий. Не босс, как-то был предыдущий. Вот там действительно было тяжело. Прямо на добивание ее обязательно. Ну все, я справился. Я думаю, не знаю, надо поменять будет уровень сложности. Это, конечно, все хорошо, но так долго сражаться с ними. Это ужас какой-то. Это не для записи. Меня один бой столько времени занимает. О, гол, лужайка героических сражений. Здесь герои гильдии отрабатывают удары в перерывах между подвигами. Это гольф, похоже. Это обычный поле для гольфа. Не, я не пройду. Стоять! Вход только для членов. Покажите мне членские карты и покиньте территорию. Лене, мы только что столкнулись с армией, которая пыталась сжечь ратушу. Нам нужно поговорить с магистром гильдии Гайнсом. Перед вами исполняющий обязанности магиста Бардамакс. И я знаю об армии. И вообще, откуда мне знать, что бы с ними не заодно. Но мы выросли вместе, мы знакомы всю жизнь. Такое трудно забыть. В любом случае, героев гильдии здесь нет. Бездна всех забрала. Как так-то? Остался только ты? Интересные дела. Почему ты до сих пор не пошел за ними? В статусе строго сказано, что клуб никогда не должен оставаться без охраны. Бывший магистер гильдии Гайнс на этом настаивал. Я обязан остаться здесь. Вы не состоите в гильдии, поэтому не знаете, сколько здесь работы. Один только документооборот чего стоит. Но действовать нужно быстро. А почему бы нам троим за ними не пойти? Вам? Я помню, как вы в лагере свою палатку... А, я помню, как ты в лагере свою палатку не могла найти. Ой, хватит. Там было очень темно. К тому же, нужно быть членами гильдии, чтобы начать официальную спасательную операцию. Ладно, тогда пусть будет неофициально. Не смеши меня, вас просто схватят и... А, это неплохая идея. Как и у магистра гильдии, я разрешаю вам начать не санкционируя спасательную операцию. Ну, разумеется, без дальнейшей поддержки гильдии. Ладненько, а теперь, если не возвращаете, я осмотрю свой новый кабинет. Мне уже заждались печенюшки и массажное кресло. Неплохая у него работа такая-то, я вам скажу. Магистра гильдии Лени. Как-то нашел себе непыленную работенку. Этот Лени всегда был карьеристом. Но мне кажется, это необычное повышение. Неважно, это может быть нашим шансом получить официальное членство в гильдии. Армили, когда у тебя такой взгалявш, дебиды? Я спасу героев гильдии и докажу Макису Гайнсу, что достойно. Это даже круче, чем когда я отвадил от тех жадных гольфистов от лужа и героических сражений. Я тогда был уверен, что он даст мне членство. Во-первых, он сказал не гольфистов, а горлопанов. И Лени ясно дал понять, что тебе не стоит надеяться на признание гильдии. А что он понимает, справочник героя сказанное, что на настоящие подвиги не нужно разрешения. К тому же деревня осталась без защиты, нам необходимо вернуть героев гильдии. Ну не знаю, я не в настроении для похода, да и булочки сами себя не съедят. Пока ты будешь жевать булочки в мамонечкином подвале, армия бездны вернется. Если они продолжат жечь дома, бесплатной аренды больше не будет. Я не люблю пожары. И арендную плату. Мы можем остаться гнить здесь. Или пойти навстречу своей судьбе и вражеской армии. Ну же, Коко, разве это не лучший шанс применить знания на практике во благо многих? Не думаю, что когда-нибудь скажу это, но ты права. Мы должны отнестись к этому серьезно. Отлично, пойдем по их следам. Е-е-е, юная героиня, повышает силу армилии на разряд на три хода. На два раза, если у здоровья ниже отметка 50, на три если ниже 25, ничего себе. Ладно, но учтите, что я не буду таскать ваши вещи. Я тоже не забыл летний лагерь. Е-е, я все 100% нашел. Ну, наконец-то! Обсудив все хорошенькое с исполняющими обязанностями магистра гильдии Бармаксом, троица отправляется по следу армии бездны, чтобы спасти захваченных героев. Ну, а четвертый акт... А, нет, до сих пор акт Пьеха в погоне за армией зла. Тут же будет следующая серия. Сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok